Молодой человек Здравствуйте, Дмитрий. Рад видеть вас. Сегодня мы поговорим о молодых людях и о тех возможностях, которые у них есть в нашей стране. Вот на ваш взгляд, каково быть сегодня молодым человеком в Республике Молдова? Каково быть? Ну, быть молодым человеком сегодня это немножко как бы и приятно, с одной стороны, с другой стороны, это и вызов. Потому что сегодня в Молдове нет тех возможностей, которые есть, например, в других странах. И поэтому есть вызов остаться здесь или уехать, поэтому, с одной стороны, вызов. А с другой стороны, молодой возраст, это как раз расцвет силы, это молодость, это сила, энергия. Поэтому молодым быть приятно. А на ваш взгляд, что вас побудило, к примеру, заниматься общественной деятельностью и потом связать свою жизнь с политической деятельностью? Потому что приход в местный совет все же это есть политика некая, может быть даже и местная, но не в том масштабе, конечно, как это происходит в парламенте, но все же это меньшая модель политики. Ну, у меня просто активная жизненная позиция в любом направлении. Вначале ее проявлял как общественная деятельность, как общественные организации, а потом уже решил проявлять, как, если можно сказать, в политической сфере, в плане того, чтобы на местном уровне что-то менять на местном совете. Поэтому принял решение пойти уже в местные органы и, имея те знания и навыки, которые получил в общественной деятельности, применять их там. А на ваш взгляд, какой сегодня, если описать молодого человека в Молдове? Какой он? Человек в Молдове? Молодой человек. Молодой человек. Ну, чаще всего это такой вот сомневающийся, неопределившийся, который больше всего, наверное, в большей степени не знает, что делать, как поступить. Но при этом многие все-таки находят свое место под солнцем, если можно так сказать, а некоторые покидают страну. На ваш взгляд, что сегодня интересует молодых людей в нашей стране? Культура, политика, общественная жизнь, образование, бизнес? Что? Ну, в большей степени молодежь интересует досуг, активный досуг, чтобы были созданы условия для досуга. И работа, рабочие места, это уже если более взрослая молодежь. Если более моложе, их интересует досуг. Если есть места для досуга, они готовы остаться в этом населенном пункте. Нет мест для досуга, они могут его покинуть, переехать в город. А если мы говорим о возможностях для молодых людей, есть ли они у нас в стране? И созданы ли условия для того, чтобы молодые люди могли реализовать себя в разных сферах, разных областях? Опять же, смотря в какой местности. Я жил долгое время в городе и сейчас живу в селе, поэтому в городе могу сказать, да, есть и место для досуга, есть и возможности, в принципе, какие-то даны жителям всей страны, и в селах, и в городе. Но вот что касается мест досуга, рабочие места, в селах их намного меньше, а в городах намного больше. Вот вы живете сейчас в селе и возглавляете одну из комиссий в сельском сферике, насколько я знаю. Каково положение молодых людей в сельской местности? И чем отличается сельская молодежь от городской? Ну, положение, я вот сейчас активно работаю с молодежью, у нас создана по моей инициативе общественная организация, с которой мы вместе хотим создать молодежный центр, и вот она будет функционировать, действовать в этом молодежном центре. И больше всего молодежь ощущает недостаток, как я уже выше отметил, в отсутствии мест досуга. Рабочими местами, честно говоря, сейчас у нас молодежь от 15 до 18 лет, их пока это не интересует, поэтому их больше всего интересуют места досуга, и активная деятельность, чем-то заняться, вот если их организуют, какие-то мероприятия, они готовы в этом участвовать. Вот этого, как бы, в селах очень мало, а в городах это больше. Есть много общественных организаций, всяких молодежных центров, там, урбан-центры и другие какие-то мероприятия, поэтому, можно сказать, в селах жизнь для молодежи немного скучнее, ее нужно организовать. На ваш взгляд, почему, можно ли говорить о том, что молодежь Молдовы, и в частности Гагаузия, имеет какую-то активную позицию, или молодежь менее активна, чем люди среднего возраста или более старшего поколения? Я бы сказал, что молодежь менее активна, чем люди среднего возраста и старшего поколения. Молодежь как-то абстрагируется от всего того, что происходит в стране, от политики, от... даже ее сложно надо привлечь к каким-то экономическим действиям, к бизнесу. Больше в политике участвуют люди среднего возраста, пенсионеры больше влияют на политику. Молодежь как-то... то ли из-за отсутствия опыта, то ли из-за отсутствия знаний, то ли из-за того, что они на это все смотрят, что мы все равно отсюда уедем и здесь не будем жить, но как-то вот они меньше в этом принимают участие. Есть какая-то категория, которые участвуют в каких-то общественных движениях, политических движениях, но их очень мало, и это больше привлечены они из-за того, что у них отсутствие было досуга, отсутствие какой-то деятельности, они поэтому привлечены в какие-то молодежные крылья партии и тому подобное. Если мы говорим о положении молодежи в настоящем, вот какое это настоящее? Настоящее... настоящее. Какое молодежное настоящее? Ну, опять же, у каждого по-разному, но все-таки настоящее, наверное, все-таки неопределенное, отсутствие вот этой стабильности, оно сказывается на молодежи тоже, и поэтому чувствуется неопределенность в глазах каждого молодого человека. Если кто-то нашел себе чем заняться, нашел себе рабочее место, более уверенно стоит на ногах, ну, тут уже как-то настоящее более твердое, более уверенное, он чувствует себя более уверенно. А в основном, большинство, с кем общаюсь, вижу, они не уверены в завтрашнем дне, и поэтому настоящее такое, с шаткой, можно сказать. А если мы будем говорить о будущем, то какое это будущее может быть у нашей молодежи? Опять же, зависит от самой молодежи и от властей наших. Будущее может быть... я верю, что у нас есть хорошее будущее в Молдове, от того... все зависит, конечно, от того, как поступит, построят власти, но может быть и стабильность для молодежи, могут быть и рабочие места для молодежи, могут быть и места для досуга, и молодежь может не уезжать со стороны, из страны, если это все будет сделано, как бы, это будет продумано в молодежной политике, не просто написано, а будет именно выполняться молодежная политика, то все это может быть, а пока что, к сожалению, молодежь... Если мы как... вот вы упомянули молодежную политику, если брать модель Гагрузии и модель Молдовы, есть ли эта молодежная политика у нас в регионе и у нас в стране? Ну... На бумаге есть молодежная политика, программа там 2020 и тому подобное, все это есть, но сейчас, живя в селе, могу сказать, что молодежные политики сел, в селе как бы даже региональная молодежная политика многими местными органами публичного управления, оно даже неизвестно ими, они даже не выполняют, не применяют какие-то действия, чтобы выполнять молодежную политику, и поэтому... Не могу сказать, что сейчас в городе, но в селах молодежная политика не выполняется, Это просто формальность, которая прописана на бумаге, но по факту ее нет. Дмитрий, на ваш взгляд, почему такое отношение власти к молодым людям? Ну, это не столько власти, это, наверное, самой молодежи. Потому что, если была бы молодежь более активная, она бы требовала, чтобы ее права выполнялись, чтобы политика выполнялась. Сегодня спроси молодого человека, он даже не знает, что написано в программе «Молодежная политика 2020». Поэтому здесь неактивная позиция самой молодежи. Ну и чаще всего я замечаю, например, иногда бывает такое, когда на должности по делам молодежи и спорта сидит человек, которому лет за 60, может быть, да, и вот он пытается заниматься делами молодежи и спорта. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Либо это должен быть молодой человек, либо это должен быть человек среднего возраста, но который работает настолько с молодежью, что у него душа в душу с молодежью. А если мы говорим, к примеру, говорили о тех мыслях, которые занимают сейчас головы молодых людей, о чем думают молодые люди на сегодняшний день? Это, опять же, зависит от возраста. Более молодой возраст, от 15 до 18, это как лучше провести время, где бы отдохнуть, где бы потусоваться, куда поступить, если они заканчивают школу, да. Уже более взрослые, не скажу, что думают, как создать семью, но они думают, где найти рабочее место, куда бы поехать на заработки. Но, опять, к сожалению, я знаю много людей молодых, которые ездят на заработки, ведь приехав, они вкладывают свои деньги в ремонт и через некоторое время опять идут на заработки. То есть нет какой-то мысли, чтобы прийти, приехать, вложить эти деньги в бизнес, открыть какое-то предприятие, чтобы построить себе какую-то, ну, буферную зону, чтобы финансово быть защищенным. Вот такое, поехал, заработал, ремонт, поехал, заработал, ремонт. И вот такая рутинная постоянство повторяется все это. Если мы коснемся политики не в плане процесса, а того положения, в котором находится наша страна, вот выбор вектора, который разделяет наше общество уже на протяжении многих лет. На ваш взгляд, молодежь сегодня ориентирована больше на восток или на европейские государства? Ну, опять же, смотря где, в регионе, в Грагрузии, соответственно, больше на восток. Если по всей Молдове, ну, молдавское население, молдовы различные, они больше ориентированы на Евросоюз. А на ваш взгляд, те программы, которые сегодня реализует Европейский Союз, в том числе для молодых людей, по возможностям открытия бизнеса, они интересуют нашим молодежь? Участвует ли молодежь в этих программах или относятся с подозрением? Опять же, по-разному. Есть, которые заинтересовываются, а есть многие, которые сомневаются. В большей степени люди не верят, типа, вот зачем кто-то придет, даст мне деньги, какая ему от этого выгода, нет, это какой-то лохотрон. То есть, есть очень большое недоверие молодежи к программам, и поэтому они боятся участвовать. Но уже когда видят, вот у нас в селе есть молодой человек, который выиграл грант от САРД на открытие бизнеса, уже доверие повышается, потому что они видят, что непосредственно, да, вот в нашем селе, там, в нашем районе есть люди, которые выиграли, тогда они уже меняют отношения. Но первое время, когда вот была вся эта информационная кампания о том, что САРД выделяет средства на открытие бизнеса, доверие среди молодежи было очень полное. А если мы будем говорить о отношении молодежи к Европейскому Союзу, вот у вас в селе, как молодежь относится к Европейскому Союзу, к европейским ценностям? Ну, более негативно и более положительно к Востоку. Не знаю, почему сложилось это, наверное, с годами, и телевидение играет свою роль, и от родителей, может, что-то передается. Но вот в обществе сложилось такое негативное отношение к Западу и положительное отношение к Востоку. Хотя, как бы, я думаю, нужно относиться и к тем, и к тем достаточно положительно, как к соседям. Ваша деятельность в сельском совете, ваши старшие коллеги, какое отношение к вам? Ну, честно говоря, первое время такой, ну, молодой человек, ну, что он может сказать, что он может решить, с чем он может научить. Да, я баллотировался еще и в МЭГе, и это, видно, было во всей избирательной кампании, это было одним из, можно сказать, таким минусом, который мне приписывали. Вот он молодой, вот что может молодой человек сделать на посту мэра. Но, как бы, многие знают, что я имею высшее образование, и, как бы, в этом плане уже, видя мою работу, мои знания, как бы, многие достаточно с уважением подходят к моим решениям, к моим мнениям. Но, вот это остается все-таки, ну, молодой, зеленый, вот это еще есть. Это вам мешало в предвыборной кампании? Да. И вы чувствовали какие-то комплексы по этому поводу? Да, мне хотелось бы, в городе оставить, чтобы показать, что я не такой молодой. Но, не знаю почему, но вот есть недоверие молодым, и люди не могут, не могут это, может, даже сами объяснить, но, типа, молодой, и у него нет жизненного опыта. Вот основной аргумент, почему нельзя молодым доверять, и нельзя голосовать за молодого. А, вот, ваша деятельность в совете, допустим, вы говорите о какой-то идее или о каком-то решении, и потом может ее озвучить, как бы, ваш коллега, который уже в более зрелом возрасте. Как воспринимают ваши коллеги по совету? Ну, мне кажется, все-таки больше подходят из здравомысля и идеи, а не из того, кто высказал. Ну, первоначально, может, и бывает такое, но, вот, как бы, вспоминая, я оцениваю, что больше всего оценивают по этому, по, насколько идея здравомысля, да, если идея здравомысля, чем можно ее применить, то ее воспринимают, независимо, кто сказал. Сейчас уже идет так, по крайней мере. Какие трудности на вашем пути в карьерном плане вы сталкивались, и как преодолевали их? Ну, вот, одна из трудностей, это стереотип молодого человека, другая трудность переехать с города в село, это, да, и родные не понимали, и другие не понимают, зачем, там, уже добившись себе достаточно хороший путь в городе, зачем возвращаться в село? Еще какие трудности были? Ну, конечно, после города в селе, да, вот, отсутствие каких-то систем, там, банкомат, вот этих все моментов, которые мы привыкли в городе, в селе это намного сложнее, да, вот, какой-то быт более упрощенный, где ты можешь всегда с карточки снять деньги, пойти, там, заплатить, в селе это нужно поехать в Вулкане, что, да, вот, как бы, все это усложняется, но все это привыкающе и преодолимо уже. Решение переехать из города в село, как давалось? И все же, почему было принято такое решение? Решение переехать из города в село давалось, не скажу, что легко, но не скажу, что сложно, потому что я готовился к этому долго, было, наверное, сложнее все-таки убедить знакомых, близких, родственников, что вот, да, это обдуманное решение, это не просто спонтанное, что вот мне как-то в голову сбрело, и я решил, и почему, потому что, ну, я здесь действовал, в общественной организации, на региональном уровне, имел, может быть, какой-то результат, какой-то опыт, но все-таки я принял решение, что лучше сделать, иметь результаты на малом уровне, да, и потом уже, может быть, идти на региональный уровень, чем начинать, как бы, с большого регионального уровня, не имея достаточно хорошего опыта, поэтому я решил начинать с малого, с села, и потом уже, может быть, дальше. Но вы уже же имели опыт работы на городском, региональном, то есть, получается, все же вы сделали шаг назад? Нет, я не считаю, что это шаг назад, хотя, может быть, в какой-то степени, да, это есть где-то шаг назад, но здесь еще было, ну, может быть, дань о родине, что это мое родное село, я решил вернуться в родное село, и у меня была такая ревность к тому, что я видел, как развивается Камрад, развивается общественный сектор в Камрадском районе, при этом в Вулканическом районе практически не слышал об общественных организациях, об общественном секторе, и, зная, какие возможности может принести общественный сектор, я думаю, зачем, ну, почему бы, не имея эти знания и опыт, не применить у себя в своем родном селе, в своем районе, немножко поднять наш район, наше село. И вот с этой целью я, с такими мыслями, переехал в село. Дима, если вот совсем откровенно, для вас где было больше перспектив, когда вы были в городе или сейчас, когда вы переехали и живете в селе? В городе, конечно, больше перспектив, это неоспоримо, но я бы не сказал, что в селе меньше перспектив. Меня, как бы, знают достаточно хорошо, много людей знают меня в общественном секторе, здесь, на оригинальном уровне, я когда переехал в Украинский район, в Чичмикёй, то многие общественные организации искали себе партнеров по Украинскому району. Есть какие-то проекты, которые распределены на всю Горубию, и нужны партнеры по районам. И чаще всего, зная меня, многие общественные организации, для организации каких-то проектов обращались ко мне, чтобы я был партнером по Украинскому району. И поэтому в этом плане, можно сказать, я был там как без конкуренции, и по многим проектам обращались ко мне. Но ваш опыт работы в неправительственном секторе, как он повлиял на вашу жизнь, на ваше решение, даже в том числе и заняться политической деятельностью? Это как-то отразилось? И дали бы вы рекомендации молодым людям участвовать в неправительственном секторе? Конечно. Во-первых, это очень... Я сейчас, у нас вот молодежная организация, я им всегда говорю, что одних знаний мало. И у меня было много... Некоторые одноклассники, может быть, одногруппники, есть, которые учились на отлично, имели хорошие знания, но при этом они, закончив высшее учебное заведение, не нашли себе работу. Поэтому я утверждаю, что одних знаний мало, надо быть еще активным, надо принимать участие в проектах, учиться писать проекты. Сегодня это просто надобность жизни, сегодня все на проектах зиждется, можно сказать. И поэтому всем молодым просто советую принимать участие, быть волонтером, бесплатно помогать. Это дает опыт, это дает знания, это дает связи, которые потом могут пригодиться, помогают, и эти навыки потом могут помочь ей найти работу, и научить тебя работать правильно, и быть более конкурентоспособным на рынке туда. А если мы будем, к примеру, предположим, или попытаемся увидеть ваше ближайшее будущее, каким вы его видите? Конечно, вижу светлым, я оптимист. Ну, здесь может быть несколько вариантов. Я достаточно активно в общественном секторе, мы реализуем некоторые проекты по югу, то есть мы работаем не только с нашим селом, но у нас там Чичинкё, Тулия Александра Кузова, вот есть такая инициативная группа «На три села», и у нас очень много идей по реализации каких-то проектов на эти три села. Потом есть бизнес-возможности, открытие предприятий небольших, да, в моем селе конкретно, где, возможно, мы тоже будем эти проекты внедрять, то есть либо я буду в этой сфере работать, либо буду вести какое-то, может быть, бизнес-предприятие. Видите ли вы для себя перспективу на политическом поприще? Вполне возможно, как бы есть потенциал. Единственное, немножко наша политика, она такая очень, как бы, изматывает. Много шума, и поэтому иногда вызывает такое отражение, нежелание участвовать. Я поэтому понимаю молодежь, почему она не хочет идти в политику, потому что видя все, что творится на политическом уровне, на республиканском, на региональном, люди как-то устают, им политика надоедает, и они уже хотят просто где-то спокойно вот чем-то заняться, но не влезать в политику. Поэтому вполне возможно, но не знаю, не уверен. Вы себя считаете успешным человеком? Да, достаточно успешным. Какой вы взяли по жизни девиз? Вот с каким девизом вы идете по жизни? Я всегда оптимист, я целеустремленный. И даже если сегодня не так хорошо, как хотелось бы, это настоящее можно изменить, чтобы будущее было другим. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, и я не жду, чтобы кто-то создал мне это будущее, я создаю его сам себе. Если вы успешный человек, какой вы могли бы дать рецепт успеха для своих сверстников, рецепт Дмитрия Янова? Первое, целеустремленность. Нужно поставить цели, и нужно к ним стремиться. Второе, оптимизм. Это всегда спасает, всегда выходит, всегда выводит из трудной ситуации. Ну и всегда быть активным, надо что-то делать. То есть если ты поставил цель, надо делать какие-то шаги, чтобы достигать эту цель. И не надо бояться вокруг того, что происходит. Да, экономика у нас сегодня нестабильна, политика нестабильна, но эти вещи не должны пугать. Те, кто закалился в таких трудных ситуациях, тем более сможет более хорошо жить в более легких ситуациях. Дмитрий, я благодарю вас за интересные мысли. Желаю вам успеха в тех начинаниях и планах, которые у вас есть. Напомню нашим зрителям, что вы смотрели программу «Молодежь. Европейское будущее. Молдовы». Сегодня нашим гостем был молодой человек, житель села Чешмекёй, лидер общественной организации «Дельфин» и советник сельского совета. Я благодарю администрацию ресторана «Эндис Пицца» в Камраде за предоставленную возможность снять эту программу. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!